В преддверии дебюта нового Sorento, марка Kia опубликовала несколько скетчей тизеров. По ним мы знаем, что Sorento будет иметь виртуальные приборы, широкоформатный экран медиасистемы, вертикальные дефлекторы вентиляции, а управление коробкой автоматом переведут на вращающуюся шайбу. А вот разглядывать тизеры, пытаясь угадать дизайн кузова, не имеет смысла. Фотошпионы отсняли новинку без камуфляжа со всех ракурсов. В фотографии показывают, что корейский кроссовер резко сменит имидж, став солиднее и агрессивнее. Информацию о двигателях раздобыл ресурс Korean Car Block. Уверяю, что знакомый по Sonata атмосферник объемом 2,5 литра сочетается с автоматом или механикой. Турбомотор 1.6 только с автоматом, а турбодизелю положен робот с двумя сцеплениями. Официальные данные мы узнаем в Женеве 3 марта. Дюссельдорф станет вторым городом Германии после Ингольштадта, где появятся умные светофоры. Их главная особенность – умение передавать информацию автомобилю, чтобы он попал под зеленую волну. Работает это так. Штатный навигатор подскажет оставшееся время до включения зеленого сигнала и оптимальную скорость между перекрестками, чтобы не разгоняться и не тормозить по-напрасному. Если остановка на запрещающий сигнал неизбежна, навигатор начнет обратный отсчет. Точные прогнозы рассчитываются на основании трех источников – от общегородской программы управления сигналами светофоров, а в реальном времени – от дорожных камер и счетчиков трафика, автобусов и трамваев, а также кнопок, которые нажимают пешеходы. Пока получать данные от городской инфраструктуры умеют только современные модели Ауди. Тестовые заезды показали экономию топлива на 15%.